В данном ролике вы узнаете, как строить тренировку на гипертрофию в окислительных мышечных волокнах за счет гиперплазии миофибрил. Физкульт привет, друзья и ученики! Ну что ж, пришло время показать, как тренировать дельты и трицепс на гипертрофию. На гипертрофию именно за счет гиперплазии, то есть увеличения количества миофибрил в мышечном волокне, окислительном. Мы будем работать с вами над всеми тремя пучками дельт, плеч. Это передний, боковой и задний. И проработаем трицепсы. Трицепсы тоже имеют три пучка, но они работают все три пучка в любом упражнении на трицепс. Дельты, мы же с вами знаем, имеют разнонаправленные волокна, и поэтому для каждого пучка дельт необходимо свое отдельное упражнение. После общей разминки и экстензии спины, я в эту тренировку рекомендую всем вам, тем, кто тренируется натурально, сделать становую тягу. Но тягу делать не по максимуму, не по полной, как мы делаем, когда тренируемся на глигалитические мышечные волокна, а в лайт-режиме. К примеру, если я обычно работаю на 250 кг, то сегодня дошел всего до 220 кг. Тем более, что мои квадрицепсы еще побаливают от тренировки, от приседаний. А она была 5 дней назад, но ноги все равно болят. Кстати, я тренировал глигалитические мышечные волокна, можете посмотреть этот ролик. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, становая тяга выбросила в кровь. Гормоны. Но, друзья, данная тренировка, эта тренировка просто жесть. И когда люди говорят, что у них нет прогресса от тренинга над окислительными мышечными волокнами, я просто удивляюсь. Потому что для меня это самая жесткая тренировка. Эта тренировка именно, как мне кажется, в бодибилдерском режиме. Приходится бороться не с весом, когда мы работаем над глигалитическими мышечными волокнами, а работать именно с самим собой. Бороться с самим собой. Потому что нестерпимое сжение не дает продолжать движение, не дает продолжать тренировку, не дает продолжать выполнение упражнения. И мы преодолеваем это все. Как строится тренинг? Тренинг строится следующим образом. Мы делаем три мини-подходика. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем, 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. И еще раз 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Над одним пучком. Затем отдыхаем минуту и переходим к проработке другого пучка. После снова минута-два отдыха и переходим к третьему пучку. Очередные две минуты отдыха и переходим к прокачке трицепса. Я выбрал сегодня для проработки моих пучков гантели. И начинаю, естественно, как всегда, с задней дель. Это мое любимое упражнение вообще в принципе на задний пучок. Когда мы ложимся с вами грудью на наклонную скамью и разводим гантели в стороны. Самое главное, друзья, при тренинге над окислительными мышечными волокнами, направленными на гипертрофию. Это ограниченный участок амплитуды. В принципе, лучше всего работать в середине амплитуды движения. Это самая сложная часть амплитуды и поможет нам тем самым затруднить отток крови из работающей мышцы. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы достичь оптимального закисления в окислительных мышечных волокнах. А мы с вами знаем, что в окислительных мышечных волокнах сложнее добиться закисления, нежели в гликолитических. По той простой причине, что в окислительных волокнах много митохондрий. И они пережигают все эти продукты распада. А нам с вами необходимо их закислить до определенного уровня. До оптимального уровня. Вот поэтому мы с вами и работаем в ограниченном участке амплитуды. Обязательно, чтобы мышцы постоянно находились под нагрузкой. Кстати, это тоже помогает, чтобы мышца не расслаблялась ни в верхней, ни в нижней части участки движения. Обязательно следите за тем, чтобы работать с весом 30-50% максимум от вашего разового максимума. Но, естественно, мы никто не работаем с разовым максимумом на одно повторение в подобных упражнениях. Но интуитивно, примерно зная, сколько вы работаете в обычном режиме, когда тренируетесь, как на гликолитические мышечные волокна, можно брать тоже ту же процентовку. Но вы не ошибетесь. Уже после первого подходика вы поймете, с каким весом нужно работать. Поработали. 30 секунд поработали, 30 секунд отдохнули. И так три раза. Переходим к следующему пучку. Это боковой пучок. Мы с вами знаем, что боковой пучок работает только, когда мы поднимаем руку примерно до такого положения. Когда между плечевой костью и корпусом где-то 60-65 градусов. Все, что будет больше, будет подключать к работе трапеции. Нам с вами этого не нужно. Что нужно делать для того, чтобы качественно проработать именно дельтовидные мышцы? Во-первых, друзья, в отличие от прокачки грудных и широчайших, обязательно следите за тем, чтобы ваши лопатки не соединялись. Держите лопатки расправленными. Для этого очень просто. Можно использовать следующий прием. Представьте, что вы показываете широчайшие спереди. Видите, как они выпирают. И это поможет нам не сводить лопатки, во-первых. А во-вторых, будет очень легко следить за тем, чтобы плечо не поднималось. Это тоже важный момент при работе. И вы будете, разводя руки в стороны, а затем опуская, широчайшие не будут вам давать опускаться рукам ниже. Для чего? А опять-таки для того, чтобы работать вот в этом укороченном участке амплитуды. Грубо говоря, в середине амплитуды. Мышца постоянно находится под нагрузкой. Мышца не расслабляется и оптимально закисляется как раз-таки примерно за 30 секунд. Но не следите за тем, чтобы это было именно ровно 30 секунд. Может быть понадобится 32-35 секунд. А у кого-то наоборот может быть 27-28 секунд. Самое главное, зачем нужно следить? При грамотном подборе веса, о чем я говорил уже раньше, вы должны бороться именно с сжением в мышцах. Когда вы почувствовали нестерпимое сжение в работающей мышце, это говорит о том, что вы уже практически оптимально закислили ваши мышечные волокна. И можно сделать еще 1-2 повторения сверху. Вот это действительно, друзья, сумасшедшая работа, где нужно перебарывать себя. Но кайф невероятный. Вы просто будете чувствовать, как вас разбирает, раздувает, как будто вы находитесь на фармакологии. Попробуйте и потом отпишитесь в комментариях, как вам понравилось. Сделали наши с вами 30 по 30 очередную серию из трех подходиков. И отдыхаем, пока готовимся к следующему упражнению. А следующее упражнение будет направлено на передний пучок. Можно работать с блином от штанги, можно работать с кирей, можно работать со специальными мечами. Я сегодня работаю с гантелем. Можно работать со штангой. Не важно. Важно подобрать правильно вес. Мы с вами помним уже об этом. Важно ограничивать амплитуду движения, работать в ее середине. И, естественно, дойти, довести себя до жжения и постараться еще выполнить сверх одно-два повторения. Вот первый круг для дельт закончился. После этого мы перемещаемся к кроссоверу. Либо, как я сегодня делаю, это будет работа с гантелем. Французский жим с гантелем. Тоже работаем в том же режиме. Следите за тем, чтобы мышца находилась постоянно под нагрузкой. Для этого я рекомендую, когда вы опуститесь спиной на лавку, удобно зафиксируетесь, поднимите руки вверх и отведите их немножечко назад. Вот в этом положении у вас уже, в принципе, трицепс будет под нагрузкой. Если вы будете не разгибать локти вверху движения, то это только усилит как раз-таки сжение и работу в трицепсах. Поработали, отдохнули и возвращаемся, друзья, снова к заднему пучку. Вы можете, как и я, сегодня поработать в одном упражнении. Это отведение гантелей в стороны, лёжа, грудью на лавке. Можете выбрать другое упражнение. К примеру, пэк-дэк. Обратный пэк-дэк. И очередная серия из трёх подходиков. 30 по 30. Затем переходим снова к средней дельте. И после серии 30 по 30 переходим к передней дельте. Второй круг для дельт закончен. Переходим для трицепса. Я сегодня сделал его уже в кроссовке. То есть поменял упражнение. Вы можете менять упражнение для каждой из серий, для каждой мышцы. Либо работать в одном упражнении во всех трёх сериях. Это, друзья, не важно. Важно сохранять принципы, которые помогут нам работать именно над окислительным волокном. Для этого, повторюсь в очередной раз. Грамотно подобрать вес. Не больше 50% от вашего разового максимума. Но лучше, если это будет 30-35%. Время под нагрузкой. Это 30-35 секунд. И, естественно, ограниченный участок амплитуды. Для того, чтобы мышца постоянно находилась под нагрузкой. И для того, чтобы затруднить отток крови от работающей мышцы. Ещё хочу из личного опыта поделиться с вами одной рекомендацией. Старайтесь, если вы работаете с гантелями, или с гирями, или с блинами от штанги, подготовить себе серию из трёх пар гантелей. Либо из трёх штанг, либо из трёх блинов. Как вам будет удобнее. Для чего это нужно сделать? Потому что на моём личном опыте, когда я, к примеру, делаю разведение в стороны, на средний пучок дель, если я буду работать с тем же весом, то закисление наступает гораздо раньше, уже где-то к 20 секунде. И я порой не могу доработать эти необходимые 30 секунд. Но если вы снизите вес на 10%, даже 15%, то вы сможете довести каждый из подходиков в серии из трёх подходов до логического завершения. То есть, поработать на 30-35 секунд. Может, у кого-то получится и 40. Поэтому, друзья, обращайте особое внимание на все рекомендации, которые я вам даю. Это очень и очень важно. После тренировки обязательно, обязательно делаем заминку, затем гиперэкстензии и мою гимнастику. Увидимся, друзья, как всегда в тренажёрном зале. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видеоролики. И не забывайте писать вопросы и темы, которые вы хотели бы увидеть, чтобы я озвучил в следующих видеороликах. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги отдельно для мужчин, отдельно для девушек о всех тонкостях тренинга питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всём этом, напишите мне в личку и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.